Жизнь ворота! Жизнь ворота! Антология Уркагана В Краснодаре предстанет перед судом вор в законе Коба-Дзидзишвили. Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснодара, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, статья 211 УК РФ, сообщило надзорное ведомство. Статус вора в законе фигурант дела получил в 2012 году. Фамилия обвиняемого в сообщении прокуратуры не указана, по данным Коммерсант Юг, речь идет о Кобе-Дзидзишвили, Кобе-Краснодарский. Дело в отношении вора в законе расследовало следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По данным следствия, господин Дзидзишвили совершил первое преступление еще в 1992 году и стремился занять высшее положение в преступной иерархии, то есть стать так называемым вором в законе. Коба-Дзидзишвили активно контактировал с лицами, придерживающимися криминальных традиций, от которых перенял знания о преступной иерархии, о правилах и традициях преступной субкультуры. По версии обвинения, в 2012 году в Греции прошло собрание лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, где в результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, Коба-Дзидзишвили признан вором в законе, за которым определена зона преступного влияния в пределах территории Ростовской области, Республики Адыгея и Краснодарского края. А вот в прошлом году в мае, месяце 2020 года, стая Шакра Молодого вместе с ним сами, не признали Кобу Краснодарского. Шакра Молодой не признал Кобу Краснодарского. Как стало известно и о Прайм Крайм, руководитель СУСК РФ по Краснодарскому краю, Вадим Бугаенко, ранее заявлявший о том, что воров в законе на Кубани больше нет, во многом оказался прав. Так, 47-летний Коба-Дзидзишвили, о котором недавно краевые СМИ писали, как о воре в законе, не был удостоен теплой встречи в СИЗО, положенной ему по статусу. По арестантскому укладу, который, как известно, един, статус вора определяется в тюрьме по прибытии туда другими ворами. В отношении Кобы, эту роль на себя взял никто иной, как Шакра Молодой, отбывающий наказание в ИК-2 поселка Двубратский у Стлобинского района Краснодарского края. Сначала Шакра определил Кобу, как суку на букву «Б», то бишь существо, сознательно идущее против воровского. Возможно, что таким образом, лидер российского воровского мира отреагировал на участие Кобы в избиении Асатрянов и своего любимца Гурама Чехладзе. Однако спустя какое-то время Захар передумал и смягчился в оценках до того, что Коба просто не вор. Напомним, Коба Краснодарский вошел в семью в мае 2012 года, осуществив заветную мечту детства. Свой вопрос он поднял на сходки в Греции, и тамошние воры ответили, что знают его как вора, но для логического завершения процедуры ему необходимо согласие воров, проживающих там же, где живет он сам. Вернувшись в Краснодар, Коба сразу же заручился поддержкой своих друзей, Вадика и Ромы Краснодарских, и был канонизирован. Однако спустя неделю Сергей Асатрян при встрече заявил Кобы, что он не вор, и упрекнул тех, кто относительно этого ввел его в заблуждение. Через год Коба отомстил Асатряну, вырвал из его головы прядь, тогда еще длинных волос со словами «Воры, я же обещал, что выщипаю ему перья». Спустя еще неделю Коба был задержан в Краснодаре и ушел на срок, а его крестный отец, Вадик Краснодарский, впал в немилость Азмановым, читай шакра, и в феврале 2015 года был убит, циркачом в Анталье, якобы за растрату общака. Освободившись в позапрошлом году, Коба, несмотря на возражения ряда коллег, по-прежнему считал себя вором, и нашел поддержку в лице турецких воров, сплотившихся вокруг були, на благосклонность которого он рассчитывает и в нынешней ситуации. Впрочем, по мнению источника, непризнание воровского статуса Кобы, официально зафиксированное в СИЗО, может быть в интересах самого Кобы, дабы Следственному комитету было труднее доказать его высшее положение в преступной иерархии. Что касается Кубани, даже в отсутствии воров, находящихся на ее территории, она в перекрестие интересов разных воровских кланов так, как ни один другой российский регион. Задержанный вор в законе Кобы Краснодарский был коронован в Греции. Продолжается расследование уголовного дела вора в законе Кобы Краснодарского, которого задержали в марте 2020 года в Краевом центре. 47-летнего Кобу Дзидзишвили подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии, статья 211 УК РФ. По версии следствия, он раздавал указания и распоряжения в преступных кругах, а также распространял и сохранял преступные традиции и обычаи криминальной среды. Тем временем, стали известны подробности биографии задержанного вора в законе. Коба Краснодарский был коронован в Греции авторитетами, Вадиком Краснодарским и Ромой Краснодарским, еще в мае 2012 года, имевших отношение к клану деда Хасана. Несмотря на то, что статус Кобы пытались оспаривать в криминальных кругах, вор в законе имел большое влияние. С мая 2012 года, по настоящее время Коба Дзидзишвили, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, пользуется у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, обладает организационно-распорядительными функциями, придерживается, распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, имеет опыт преступной деятельности. Коба Дзидзишвили имеет сферу своего влияния на территории Краснодарского края, где занимает высшее положение в преступной иерархии, сообщил КП Кубань-источник в правоохранительных органах. Если вину Кобы Краснодарского докажут, он может отправиться в колонию на срок от 8 до 15 лет. Это его далеко не первое задержание. В апреле 2013 Дзидзишвили разбойничал со своей бандой на просторах Кубани и соседней Ростовской области. Коба Краснодарский подмял под себя так называемых барсеточников, мелких воров, промышлявших кражами кошельков. Он был судим за бандитизм, вымогательство, разбой, в октябре 2018 года покинул колонию в Красноярске. Бывший лидер преступного мира России, экс-вор в законе Захарий Калашев, известный среди своей стаи как Шакра Молодой, обматерил Кобу Краснодарского и не признал вором. При этом сам не имея статуса вора в законе. Лидер преступного мира России, вор в законе Захарий Калашев, известный в криминальных кругах как Шакра Молодой, обматерил 47-летнего криминального авторитета Кобу Дзидзишвили, Коба Краснодарский, и не признал его воровской титул. Об этом в четверг, 7 мая 2020 года, сообщает Prime Crime. По данным агентства, Калашев, отбывающий наказание в исправительной колонии номер 2, поселка Двубратский из Тлабинского района Краснодарского края, отправил нелестную характеристику в адрес Зидзишвили, только поступившего в СИЗО. Вначале Калашев охарактеризовал Зидзишвили как девушку с максимально низкой социальной ответственностью, а затем смягчился и просто сообщил, что его оппонент не является вором в законе. Как отмечает Prime Crime, Калашев таким образом мог отреагировать на участие своего оппонента в избиении воров в законе, отца и сына Асатрянов, а также своего любимца, криминального авторитета Гурама Чехладзе, Квежович. 6 мая сообщалось, что осужденные исправительной колонии номер 2 в городе Салават, Башкирия, не признали воровской титул 36-летнего Звиада Азманова, Звиад Тбилисский. Продолжение следует... Продолжение следует...